Психология грошей Создали свой небольшой интернет-магазин и пытаемся продвигать его Так вы хотите на рынок недвижимости или в интернет-магазин? Или у вас интернет-магазин недвижимости? Нет, у нас интернет-магазин, но это на то, что мы сейчас ориентируемся в первую очередь А хотелось бы, конечно, в дальнейшем выходить Недвижимость, если вы хотите заниматься, начинайте с брокера, если у вас нет денег Другого способа просто не существует Просто не хочется брать никакие кредиты в банках Вначале вы выступаете как посредник кому-то, потом подыскиваете объекты Потом находите инвестора, цепляетесь к нему каким-то процентом Об этом же тоже в книге написано, послушайте А если у вас небольшая сумма, 50 тысяч, 100 тысяч Вы можете прицепиться даже к крупному объекту своей доли Вот то, что я буду делать, я организовываю людей Квартиру, которую будем переделывать в офис, сдавать в аренду И там люди смогут зарабатывать Но вы, если захотели заниматься недвижимостью с нуля Вот идите и занимайтесь недвижимостью Постепенно вы будете получать навыки, где-то на проценты жить И здесь не офис обязательно, а как раз ваш личный контакт с людьми И ваш мобильный телефон, хорошо разрекламированный в двух журналах Мир квартир и Авиза, по-моему И все, ваш телефон там, ваша визуализация там Ну и сайт, конечно, не помешает Если вы еще что-то новое придумаете, как это продавать Хороший сайт сделаете Надеюсь, туда будут ходить А мы слушаем вас Добрый вечер Добрый вечер У меня вопрос к Геннадию следующего плана Вот вы говорили в некоторых передачах своих об инвестициях Может быть, что-то вы посоветуете какую-то литературу Или что почитать человеку, который, допустим, имеет деньги Хочет инвестировать, но он ничего не понимает в инвестициях, к примеру Чтобы не ошибиться с инвестиционным фондом Либо компанией, которая потом бы просто не растратила его деньги Спасибо большое Еще раз повторюсь Если вы ничего не понимаете в инвестициях У нас с акциями очень трудно У нас банки рискованные Поэтому единственная инвестиционно привлекательная штука Это недвижимость В правильном районе, с правильными людьми совместное делать Тогда вы подвешиваетесь на чужие мозги сначала же Делайте бизнес с умными людьми Меньше потеряете А вот если вы сами занимаетесь бизнесом Свой бизнес это другие уже инвестиции Хотя вот сегодня была у меня девушка на приеме И сказал, свои деньги ни в коем случае в бизнес Найдите партнера и рискуйте деньгами партнера Ну, пусть, ну, человека, который более богатый, чем вы Который может рисковать Но любой человек, который вкладывает деньги Он рискует деньгами всегда Но у человека, у которого нет денег У него последние, я не советую это делать Во-первых, вы можете, а тем более влазить в кредит Когда вы еще не знаете бизнеса Потому что там столько подводных камней выплывет Что вы даже и не поймете, что с вами произошло Еще ко мне пришел парень на консультант Но он жалко, 50 тысяч он просто потерял Потому что вложил не в ремонт и на чужих помещениях Он думал, что заработает Вот не получилось Поэтому посоветуйте ему с умными людьми Я же говорю, что вот будет идти реклама Приходите, если там сумма достаточная вам Для старта в недвижимости в правительственном квартале То будем вместе это делать Тем более, что вот я разработал такую схему Когда я деньги в руки вообще не беру Вы идете к нотариусу, на вас оформляются метры Вы полностью защищены Вы становитесь партнером по недвижимости И тут могут быть небольшие суммы Ну небольшие, там от 10 тысяч до 10 миллионов А мы слушаем вас, здравствуйте Алло Вы в эфире Добрый день, меня зовут Юрий Я хотел уточнить такой вопрос У меня есть земля в Киевской области И вот реально сейчас этот рынок как бы замер немного Я хотел посоветоваться вот с вами с человеком, как вы знаете Но нашелся человек, который скупает эту землю Как бы не по рыночной цене, а немного дешевле Как вы считаете, может быть ее продать и заниматься чем-то? Продать Я не вижу перспектив в Киевской области А вот то, что появится рынок земли и начнется продажа Появится рынок земли, не появится Появится, есть привлекательная, инвестиционно-привлекательная вещь А есть инвестиционно-непривлекательная вещь Но вот Киевская область как бы накупили Ну как бы накупали целенаправленно там, где склады должны быть То есть при дорогах Это еще было инвестиционно-привлекательное Хотя сейчас уже ставится под сомнение А вот это в поле там где-то Под будущие коттеджные городки Ну вот смотрите, коттеджные городки стоят в большинстве. Все стоят, это неправильные инвестиции вообще были. Пока, во всяком случае. Все-таки Киев еще не готов осваивать загородную недвижимость, как вторую квартиру, как второй дом. Вот это важно было. А люди пожили там, наелись. Кризис все поставил на свои места, теперь пытаются от этого избавиться. То есть ваш след продавать, если дают цену нормальную. Продавать 100%, да. А мы слушаем вас. Здравствуйте. Не слышим. Я напомню, наш телефон 235-83-79. У вас еще есть буквально 2 минуты, чтобы свои вопросы поставить. Вы должны знать, что недвижимость, она имеет длинный срок обращения. Поэтому желательно, чтобы в этот длинный срок обращения, когда идет понижение цены и повышение, что она понижается, а потом обязательно повышается в разы. Вот. И этот длинный срок повышения у вас обязательно должен быть хоть какой-то доход с недвижимостью. Поэтому вот на чем люди пострадали на вот этой земле и на бросовой недвижимости, которую скупали. На том, что они сейчас вроде ей владеют, а дохода не дают, а наоборот сосют деньги на налогах, на обслуживание ее. А люди, которые оказались в центре, они все время получают, продолжают получать доход, хотя недвижимость понизилась и доходы понизились. Но доход все время есть. Вот это важно, искать недвижимость доходную. Вот я же говорил, что будущий бум мировой – это доходная недвижимость. А мы слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Алло. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Да, мы слушаем. Алло, вы слышите меня? Да, вы говорите, говорите. Вы не могли бы, я вас просто очень плохо слышу. Я вот тут у вас слушала программу, вот мне порекомендовал мой отец. Он сам, в принципе, предприниматель, но, как вы знаете, ну, короче говоря, я услышала программу, и передо мной говорил молодой человек, которому, вы, собственно говоря, посоветовали переводчиков. Вот я переводчик, и я тоже хочу заниматься бизнесом. И как вам теперь найтись, да? Вот вопрос. Я не знаю, это будет, наверное, реклама, если я сейчас дам какой-то телефон. Да, давайте, почему нет? Да, дайте телефон, пожалуйста. Вот. Говорите телефон. 097-397-75-32, Наталья. Вот, я переводчик английского языка, и тоже вот сейчас вот... Хорошо. Ну, будем надеяться, что наш слушатель Артем, его, по-моему, зовут, услышал. Услышал вас, и, возможно, вас наберет, будет здорово. Да. Мы объединяем предприниматель. Если наша программа поспособствует бизнес-проекту, пусть и маленькому пока. Вообще, конечно, наша мечта о том, чтобы люди начали зарабатывать, и благодарности были не за передачу, а за то, что они сделали деньги. Это было бы приятнее. Ну, если передача стала для кого-то стартом, это... Да, кстати, обратил внимание, что вот как присылают мне на Фейсбук, вот я сразу вижу по сообщениям, кто присылает. У тебя мы там говорили, горбатики, рыбки в банке и авантюристы. Так вот, горбатики присылают такое, давайте я вам что-то сделаю. Ну, там, и предлагают какой-то бизнес мне с ним делать. Вот, он согласен работать практически бесплатно. Рыбки в банке мне советуют, как потратить деньги. Да, то есть они знают, куда потратить деньги. А вот авантюристы, вот они интересно, они присылают, спасибо, вы натолкнули меня на идею, я ее делаю. И даже не говорите, как вы. То есть вот разное восприятие, и книга «Как стать авантюристом» как раз об этом. Как перемещаться вот в эту среду, становиться авантюристами, и быть хорошими предпринимателями, не бросать идеи, а реализовывать, начинать реализовывать самим. Деньги. Им все равно, плох я или хорош. Храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу. Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги. Стресс-шоу Геннадия Балашова «Психология грошей».